Добрый день. Человек, который очень близко находится к нашим продуктам, знает их химический состав и влияние тех или иных компонентов. Добрый день, Павел. День добрый. И я, Ларионов Евгений, технолог компании Novel Rus. Итак, прежде чем мы начнем, я бы хотел сказать, что тема подготовки, тема полиэфирных шпаклевок некоторым малярам нравится не так, как, например, нанесение базовой краски или прозрачного лака, поскольку она бывает зачастую достаточно сложной, пыльной и трудоемкой. Но нужно учитывать, что это фундамент нашего дома, а, как вы знаете, плохой фундамент будет плохо держать наш дом, и его придется рано или поздно разрушить. Поэтому давайте будем относиться к этому процессу более серьезно, тем более сегодня у нас будет много информации, надеюсь, полезной для вас. Надеюсь, что все уже подтвердились куэбинару и что нас хорошо слышно. То, что мы сейчас будем, моя задача, это задача модература, я буду задавать некоторые вопросы, с которыми очень часто встречаемся во время семинаров в разных частях мира и постараемся на все вопросы, которые появляются на чате, ответить, чтобы более подробно познакомиться с темой шпаклевки. Начинаем от первой темы, первой вещи, плана нашего вебинара. Да, на самом деле эта тема очень большая, и на практике семинар занимает, как правило, больше 10 часов. Сегодня у нас есть полтора часа на проведение вебинара. За эти полтора часа мы обязательно обсудим с вами функции и характеристики шпаклевок. То, за что мы используем данные продукты, из-за чего мы прибегаем к их применению. Также поговорим о химическом составе шпаклевок. Думаю, многим будет интересно, как происходят химические процессы в этих продуктах. Поговорим о видах шпаклевки. И этот пункт позволит нам сделать правильный выбор, находясь в магазине или перед той или иной операцией шпаклевания. Обязательно поговорим о таком понятии, как усадка шпаклевки. Я думаю, что многие маляры об этом знают, о существовании этого процесса. Поговорим о существовании усадки и о том, как ее избежать. Обязательно поговорим о дозировании отвердителя. Это очень важный процесс, вы об этом убедитесь в процессе. Подготовка поверхности, безусловно, один из самых важных этапов. Здесь вообще сложно исключить какой-то или расставить по приоритетам какой-то из этих этапов. Они все важны. Поэтому о подготовке мы тоже поговорим обязательно. Поговорим также о нанесении самого продукта. И в каждом пункте будем говорить о тех ошибках, которые часто возникают. Вы, возможно, дополните в комментариях те ошибки, с которыми вам приходилось сталкиваться. И финальная стадия работы с полиэфирной шпаклевкой – это ее обработка, шлифовка поверхности. Это тот этап, заключительный этап, который заканчивает работу с этой шпаклевкой. И в следующем у нас будет грунт-наполнитель. В процессе вебинара возникают вопросы. Если вы не получили ответа на этот вопрос в ходе нашего вебинара, в конце мы постараемся ответить на все ваши вопросы по теме. Я думаю, что каждый маляр, который применяет данный продукт, он осознает, что его применение обеспечивает заполнение и выравнивание поверхности. Именно из-за этого мы прибегаем к его применению. Когда мы понимаем, что толщины грунта-наполнителя нам будет недостаточно для того, чтобы выровнять поверхность, мы используем такой продукт, как полиэфирная шпаклевка. Полиэфирная шпаклевка позволяет нанести толстые слои, обеспечивает быструю обработку и хорошую адгезию с основанием. Евгений, это один из более частых вопросов, которые появляются во время семинаров. Какая максимальная толщина слоя, которая безопасная для мастера? Да, действительно, этот вопрос задают практически всегда. И думаю, что для большинства универсальных шпаклевок эта величина составляет 3 мм, а для шпаклевок конструкционных возможно нанесение до слоя в 5 мм. при соблюдении определенных условий, о которых мы поговорим чуть позже. Я уже не хочу сказать насчет практики, потому что видя шпаклевку даже и 1 см. Да, такое нередко бывает. Я думаю, что маляры встречали такие ремонты, переделывали, как правило, такие ремонты, но стоит отметить, что такой ремонт уже не имеет отношения к качественному ремонту. А мы все-таки стараемся повысить свой уровень. Хорошо, чтобы объяснить функции шпаклевки, я думаю, что хорошо, чтобы познакомиться, с чего шпаклевка состоит, чтобы это лучше понять и объяснить, какие черты и как достигает шпаклевка своих параметров. Ну, первый компонент, о котором мы знаем из названия этого продукта, это полиэфирная смола. Полиэфирная смола обеспечивает нам такие функции, как связующая и функцию адгезии. Но полиэфирные смолы бывают разных видов. И на примере шпаклевки для пластика я бы хотел показать, что полиэфирная смола очень сильно влияет на свойства этого продукта. Шпаклевка по пластику, как многие из вас знают, обладает самым важным в данном случае параметром – это эластичность. Именно этот параметр возникает за счет использования определенной полиэфирной смолы. А как, Евгений, с точки зрения мастера, это влияет на работу за шпаклевкой на пластмассу? Это необходимо для работы на любом виде пластика, поскольку в случае ремонта с помощью обычной шпаклевки, универсальной шпаклевки, мы можем получить растрескивание как в процессе установки элемента на автомобиль, так и в процессе его эксплуатации. Поэтому это обязательное условие, обязательное условие применения ее на пластике. Но чем отличается эта шпаклевка от, например, шпаклевок софт или универсальных шпаклевок – это адгезия в пластику. Немножко большее время высыхания, оно практически незаметно, это порядка пяти минут разницы. И немножко иная обработка в угоду нашему важному параметру эластичности. Я только от страны лабораторий добавил, что в составе шпаклевки смола, мы говорим так, смола, но она в составе складывает обычно два-три вида смолы, и в зависимости от того, какие параметры нам нужно. В бамперфиксе как раз важно, что смола это эластичная и смолы. В конструкционных немногих другого. Все зависит от того, что нам нужно, какие параметры мы хотим получить, и от того зависит от того, какая эластичность мы принимаем шпаклевки. Есть очень важная вещь, и насчет того тоже мы хотим рассказать, насчет наполнителей. Какие виды и за что она отвечает? Один из важных компонентов – это наполнитель. Бывает он разных видов. Бывает минеральный наполнитель, такой как тальк, доломит, борит. Стеклянные шарики, пластиковые шарики, более современные виды шпаклевок. Стекловолокно разной величины. Углеродное волокно – это шпаклевки, часто называются карбон, например, в линейке NEXT. Алюминиевая пыль – все это является уже конструкционными видами шпаклевок. Появился один вопрос на чате, который я сейчас вижу. Я за секунду на него ответил, потому что это тема деформации элементов и очень тонкой стали, мы будем в Папуану об этом говорить. Тогда я до того вопроса еще вернусь. Насчет того, что мы хотели сказать, появилось понятие, которые самого начала конструкционные наполнители, и появляется тема стекловолокно. У нас есть два примера таких шпаклевок на стекловолокно – Fiber Micro и шпаклевка Fiber. Я бы хотел, Евгений, чтобы ты оцена практики подсказал, что лучше выбрать и какие вопросы появляются у мастеров в практике. На практике. Да, если сравнить два этих вида шпаклевки, они обе состоят из стекловолокна, но это стекловолокно разного размера. Если говорить о шпаклевке Fiber, в которой используется крупное стекловолокно, то она обеспечивает нам такие свойства, как хорошую механическую прочность. Но многие маляры сталкивались с тем, что такого вида шпаклевки зачастую достаточно сложно обрабатываются. Есть смысл применять такие шпаклевки в тех случаях, когда нам нужно сильное заполнение и, как правило, даже каких-то отверстий. Возможно, это не очень качественный ремонт, но иногда такое тоже бывает, и это выход из ситуации. Если говорить о шпаклевке Fiber Micro, то при сохранении определенных механических свойств она обладает уже более легкой обработкой и более гладким нанесением, что позволяет использовать ее уже в более широком спектре работ. Многие используют ее вообще как единственным. Давайте сравним их параметры. Механическая прочность, безусловно, будет выше у шпаклевки с длинным стекловолокном, это достаточно очевидно, но в угоду эластичности. Со шпаклевкой Fiber Micro здесь ситуация обратная. Поэтому, если ситуация в вашем ремонте не предполагает заделывание каких-то отверстий, то предпочтительнее будет использовать шпаклевку Fiber Micro. Я думаю, что это уже достаточно очевидный факт. С того, что я вижу по практике, по-моему, 95% мастеров выбирают Fiber Micro для работы. Тем не менее, сначала при появлении таких шпаклевок не все поняли смысл существования такого продукта. Появилась, как мы говорили, насчет наполнителей, появилась алюминиевая пыль, как наполнитель конструкционный. Очень часто, как я говорил с мастерами, они говорят, что если шпаклевка АЛУ, в алюминиевой пыли, что такая шпаклевка только на алюминиевый элемент. Это правда или нет? Безусловно, нанесение такой шпаклевки на алюминий будет достаточно правильным, но это не основная ее задача. Поскольку шпаклевка в виде своего наполнителя имеет алюминиевую пыль, которая обеспечивает нам лучшую теплопроводность, этот продукт преимущественно применять при ремонте капотов, крыш, крышки багажника, каких-то горизонтальных поверхностей, подверженных сильному нагреванию, поскольку ее теплоотдача и термическое расширение будет близким к металлу, и мы не получим растрескивание. Поэтому капот – это самое первоочередное, где мы применяем данный продукт. Да, это по моему очень часто, когда мы бываем в жарких странах и километром измеряем температуру элементу, на темном цвете температура доходит спокойно 70-70 градусов, и потому это так важно, чтобы попроводить шпаклевки, чтобы потом на элементы не появились крышки. И еще один компонент – краситель. Я скажу, что краситель – он важный с точки зрения маркетинга, чтобы отличить от себя шпаклевки. Скажи, пожалуйста, Евгений, как это выглядит с стороны практики, почему цвет шпаклевки так важный в процессе? Ну, я думаю, что многие не задумывались на эту тему, но тем не менее, цвет не только обеспечивают нам определенное визуальное восприятие при выборе продукта, но и обеспечивают определенный контраст при обработке продуктов. Например, когда мы шлифуем наполнитель, то для нас будет хорошим сигналом появление основания другого цвета, появление шпаклевки. Это будет говорить нам о том, что нужно быть аккуратнее и останавливаться в этом месте. Есть еще один критичный момент, потому что очень часто, когда уезжаю на презентацию, я вижу, что банки, шпаклевки, что они оставляют мастера, оставляют открытые. Это правильно или ошибка? Это очень частая ошибка, которая приводит к потере свойств данного продукта. И, безусловно, я думаю, каждому производителю будет обидно, если их клиенты будут использовать продукт ненадлежащего качества ввиду того, что он потерял свои свойства. Почему это происходит? Это происходит потому, что в составе шпаклевки полиэфирной присутствует такой растворитель, разбавитель, как стирол. Стирол сам по себе, по своей сути, очень летучее вещество, очень агрессивное и летучее. И когда мы не закрываем банку, мы теряем свойства, как правило, проигрываем в нанесении шпаклевки. Многим может показаться, что шпаклевка достаточно сухо наносится. Но это касается любой упаковки, которая применяется в ремонте лакокрасочного покрытия. Со шпаклевкой тоже это часто происходит. Появился один вопрос насчет шпаклевки BumperFix, что она не такая эластичная, как была раньше. Я могу задать этот вопрос Павлу, с чем это связано? Сейчас на экране немножко другой комментарий, предыдущий. Я понял, о каком вопросе сейчас идет речь. Хорошо, я думаю, что Павел сможет ответить нам на это. Я скажу, но мне немножко это удивляет, потому что, как я говорил сейчас с Павлом, он говорит, что самая рецептура, она не поменялась, как она была на основе эластичной смолы, она осталась. Надо бы на это посмотреть, но то, что касается рецептуры смолы, она есть как была и это не должно поменяться. И немножко это удивляюсь. Может, это возникает за тем, потому что эластичность шпаклевки, она очень сильно зависит от толщины своя. И может быть такое впечатление, что если кто раньше положил в очень тонком слое, или делал какой образец на пластине, ему она может оказаться более эластичной. Если он положил более толстый слое, допустим, 0,3-0,4 мм, в этом моменте может быть такое впечатление, что шпаклевка более жесткая. Я бы так на этот вопрос ответил. Проходим к теме, что ты был на заводе нового видео производства шпаклевки. Очень часто появляется много вопросов с вмешиванием шпаклевки. И хотелось бы, чтобы приблизил мастерам, как происходит правильный процесс производства самой шпаклевки. Да, этот процесс происходит в среде вакуума, поскольку, если в этом процессе присутствовал бы воздух, мы бы получили огромное количество пор в данном продукте, от которых мы бы не смогли избавиться. Такое можно встретить тогда, когда мастера перемешивают продукт, шпаклевку прямо в таре с помощью венчика и дрели или шуруповерта. Она так насыщается воздухом, что работать ей будет невозможно. Без спор. Хорошо. По плану проходить дальше. Я часто вижу мастеров, которые заходят в магазин и они там замечают, что есть очень много разных видов шпаклевок, до того появляются такие понятия, как шпаклевка заполняющая, отделочная, мультифункционная. Хотелось бы объяснить, в чем дело, где разница между разными видами шпаклевок? Да, существует так называемая заполняющая шпаклевка. Ее основой является наполнитель достаточно крупный, порядка 50-60 микрон. Именно такой величины наполнитель обеспечивает нам данные свойства. Свойства хорошего заполнения и легкой обработки. Но, как правило, такого продукта нам недостаточно для получения ровной поверхности и нам приходится прибегать к применению отделочных шпаклевок, которые состоят из наполнителя более мелкой величины, порядка 20-30 микрон. С отделочными шпаклевками ситуация несколько иная, они более гладко наносятся, но чуть тяжелее обрабатываются за счет меньшей величины наполнителя. Данная связка, я бы назвал ее классической, многие используют ее и по сей день, и в этом нет абсолютно ничего плохого, но во время эволюции полиэфирных шпаклевок появились продукты мультифункциональные. Но я бы хотел добавить, потому что не для всех можно быть понятнее, что это 50-60 микрометров. Да, я думаю, что хорошим примером будет человеческий волос, который составляет порядка 50-70 микрон, или лист копировальной бумаги, который составляет толщину 80-90 микрон. Это практически толщина лакокрасочного покрытия автомобиля, выпускаемого заводом-производителем. Можно бы подать по примерам такой классической технологии шпаклевки одной такой типичным представителем шпаковых заполняющих является Unisoc. Да, это типичный представитель заполняющей шпаклевки, до сих пор по-прежнему доступный на рынке широко применяющийся. Достаточно неплохой вариант. Можно сказать, что отделочная шпаклевка, она уменьшает этот бордюр, который появляется между ступеней, который появляется между шпаклевкой заполняющей и асфальтой. Я думаю, что многие маляры сталкивались с такой ситуацией, когда после обработки пятна ремонта, пятна шпаклевки, они ощущают границу, границу схода на металл. в такой ситуации я тоже был, и я пробовал шлифовать, думал, что я недостаточно обработал поверхность, и понимал, что ситуация стала еще хуже, приходилось прибегать к повторному шпаклеванию. Все это связано с величиной наполнителя, используемого в шпаклевке. К сожалению, мы на это повлиять не сможем, и именно этот параметр стоит учитывать при выборе того или иного продукта. Мультифункциональная шпаклевка содержит в себе наполнитель разной величины, который обеспечивает такую комбинацию свойств, как хорошее заполнение и гладкая поверхность, гладкие сходы на основании. То есть это более универсальный продукт. Таким примером в практике является шпаклевка софт плюс мультифункционная. Как мастера, как ты относишься к этой шпаклевке? Я считаю, что это классический вариант шпаклевки софт, которая достаточно мягко обрабатывается и может быть единственной во всем ремонте как разочном. Если человеку не хочется прибегать к покупке нескольких продуктов и растягивать это на несколько операций шпаклевания, шлифовки и нанесения, то это будет очень хорошим выбором. Можно сказать, что шпаклевка от А до Я? Думаю, да. По плану у нас есть один вопрос, который очень часто бывает в МИТе, он касается самого процесса шлифовки шпаклевки. Как это правильно объяснить мастерам? Как это действительно происходит? из практики я знаю, что большинство маляров представляют себе процесс шлифовки следующим образом. Когда мы обрабатываем шлифмашинкой с абразивом поверхность шпаклевки и тем самым стачиваем эти зернышки, из которых она состоит. Но здесь я бы хотел отметить, что наши участники вебинара уже знают, что большинство шпаклевок в среднем состоит из наполнителя от 30 до 50 микрон, а наш шлифовальный круг, например, зернистостью 120 имеет величину зерна порядка 125 микрон, что говорит нам о том, что мы не сможем разделить с помощью этого абразива зерно пополам или на треть. На самом деле процесс шлифовки обстоит следующим образом. Мы в процессе выкрашиваем из поверхности наполнитель постепенно, постепенно. Это и является нашей обработкой. Да, очень тоже, как пример хотел рассказать насчет этих наиболее современных наполнителей, которыми являются стекланы или простыковые шарики. Как там процесс происходит? шлифовки один из очень важных моментов это форма наполнителя. Поскольку этот наполнитель имеет круглую форму, пустотелую, он легче вынимается из поверхности, легче выкрашивается. Именно поэтому легкие шпаклевки, о которых мы сейчас поговорим, они гораздо легче обрабатываются. В практике когда-то очень сильно заметно этот процесс шкурения? Процесс шлифовки сильно заметен на больших площадях, но есть еще один момент. Некоторые шпаклевки предыдущих поколений очень сильно набирают свою прочность с течением времени. То есть, если у нас какой-то объемный ремонт, и мы не успели отшлифовать шпаклевку сегодня, то завтра она будет уже очень тяжелой в обработке. В случае с шпаклевками на основе микросферы мы не почувствуем никакой разницы и нам не нужно делить на несколько этапов процесс ремонта, процесс шпаклевания. Хорошо, у нас в ассортименте есть две шпаклевки, может, два слова, чтобы приблизить эти шпаклевки EasySend и Multilite, которые доступны в продаже? Да, это два очень современных продукта. обе легкие шпаклевки. Шпаклевка EasySend имеет вес порядка чуть-чуть больше килограмма и многих продавцов магазина это может ввести в ступор и может показаться, что шпаклевка банка со шпаклевкой не полная. На самом деле она имеет такой же объем продукта, как и любая другая банка, схожая по размеру. Просто она имеет меньший удельный вес и я бы сказал, что это заполняющая шпаклевка наиболее легкая в обработке среди всех, которые мне известны в нашей компании. Шпаклевка Multilite при сохранении таких свойств, как низкий удельный вес, она тоже очень легко обрабатывается, но при этом еще более гладко наносится. То есть те маляры, которые попробовали ее нанесение, многие из них остановились на ней, им очень понравился этот выбор. Проходим к следующей теме. Я вижу, что появился вопрос, который хотел показать. Вопрос касается шпаклевки, которая в 100 пациентах имеет адгезию к оцинкованной поверхности. Да, только в данный момент у нас на экране немножко другой комментарий, я бы хотел его поправить. Если вопрос касается шпаклевки, которая имеет 100% адгезию к оцинкованным поверхностям, хотя мы хотели немножко позже об этом поговорить, это шпаклевка ProfiCync. Существует она у нас уже достаточно давно, я уверен, что в 2008 году она уже существовала. Во многих компаниях шпаклевки данного класса появились буквально недавно, и они это презентуют как определенное ноу-хау. Некоторое время на нашем рынке она не имела популярности, поскольку такой проблемы не было, сейчас все немножко поменялось. Итак, давайте перейдем к теме. Добавлю, Жаня, что конечно шпаклевка, как мы проверяем в лаборатории на разных видах основания степляемость шпаклевок, но смотря на технологию, по технологии должен прийти как первый слой эпоксидный грунт, который решает 100% вопрос взрослых правильности. Правильно по технологии, чтобы быть уверенным, что все будет в порядке, эпоксидный грунт он 100% этот вопрос решает. Да, есть и другие способы, мы о них поговорим чуть позже. Хорошо. Сейчас давайте поговорим о таком параметре, как усадка шпаклевки. Я думаю, многим этот параметр известен, и хотел бы сказать, что усадка это линейный процесс, усадка повторяет контур неровности нашей поверхности. То есть в процессе усадки шпаклевка меняет свою форму, повторяя саму неровность поверхности. Да, это очень частый вопрос, который появляется. Не знаю, у вас тоже. Есть возможность сделать шпаклевку, которая вообще не усаживается, да? Да, я часто слышу, особенно от маляров, часто слышу, что говорят, усадка данной шпаклевки составляет 0%. Именно поэтому я бы, пользуясь таким случаем, хотел бы у Павла, представителя лаборатории, спросить, возможно ли что шпаклевка имеет такой параметр усадки как 0%. То есть, может быть, что шпаклевка на облаке для высадания? Шпаклевка для стеренола будет облиг без... Да, можно сделать такую шпаклевку, которая была бы вообще без стероя внутри акции своего света. Но пока шпаклевок нет на рынке. То, что предлагает конкуренты, она на базе стероя. И это стандартный, классический пракет, что там, где полиферная смола, там усадка самой смолы она на уровне 28%. То есть, есть такая возможность, только, что такая шпаклевка будет 20%. В соответствии, эта была усадка шпаклевки на полиферной смоле, она будет приемлеме 20-30% смолы. Усадка самой шпаклевки будет 20%. Что еще добавил, шпаклевка, которая будет без стероя, конечно, она была с ноловой усадкой, только есть вопрос, который из мастеров хочет ждать на шпаклевку 20-30%? То, что я говорил, это очень часто процесс, мы ищем сегравой сектуры баланса, чтобы получить все параметры, которые требуют мастеры. адгезию, шкурение, быстрое утверждение, чтобы можно с продуктом нормально сделать ремонт и качество, и скорость работы, чтобы все это соединять, чтобы было на хорошем уровне. Дальше тема, очень часто я, то, что мы объяснили наши усадки, очень часто я встречаюсь с такой ситуацией, когда спрашиваю мастеров, как долго надо подождать, чтобы все процессы закончились шпаклевки, что стандартный ответ есть допустим 20-30 минут. Как у вас время обучения? Ну, безусловно, мы знаем, что через 20-30 минут наступает то время, когда мы можем обработать большинство шпаклевок. Мы приступаем к шлифовке, если речь идет о температуре 20 градусов. Ну, как показывает наш график, который мы сейчас с вами видим, в данный момент все процессы, процесс полимеризации этого продукта произошел всего лишь наполовину, на 40-50%. Соответственно, после обработки он будет продолжаться. Это нужно учитывать. И здесь существует такой момент, как нагревание инфракрасной лампой. Инфракрасная лампа – это очень важный и очень полезный инструмент, которым обязательно нужно пользоваться. Но, к сожалению, она не избавляет полностью нас от процесса усадки. Здесь я не хотел бы никого напугать, я хотел бы сказать лишь то, что при работе со шпаклевками нужно использовать качественные продукты и определенные условия, о которых мы сейчас поговорим, для того, чтобы уменьшить этот процесс. То, что я вижу очень часто, мастера за сутки принимают фен. Как отстанны практики? Какие риски того, что мы используем фен? Я сторонник всегда использовать повышенную температуру при возможности, но в данном случае существует риск перегрева поверхности, потому что у полиэфирной смолы есть верхний предел терпимости температуры. и он составляет порядка 80-100 градусов, поэтому если у нас нет такого оборудования, как пирометр, мы можем просто перегреть шпаклевку, и она потеряет свои свойства или разрушится. Тем не менее, если мы будем аккуратны и будем контролировать температуру, то не вижу ничего плохого в том, чтобы прогреть шпаклевку феном, особенно если у нас есть возможность сделать это изнутри детали, прогревая сам металл. Да, я бы сказал, что для самой шпаклевки более-менее безопасно, но уже с грунтом так нельзя делать, да? Да, там есть другие нюансы, но это другая тема. Хорошо, мы на следующем семинаре, по-моему, будем об этом говорить. Очень частый вопрос, который, первый вопрос, который появился наше деформации, это толщины слоя, которые мастера уважают. Как это связано с проблемами, которые могут выступать в последнее время? Ну, в первую очередь, нужно понимать, что чем больше слой шпаклевки, тем больше величина усадки, потому что усадка одного миллиметра это один параметр, а усадка слоя в два миллиметра это в два раза больший показатель. Следовательно, при большем слое этот параметр будет более заметен. Я думаю, что хорошим примером в данном случае будет нанесение на большие плоскости. В данном случае мы сможем ответить на вопрос, возникший в ходе вебинара. Да, это будет за секунду. Я бы, чтобы подвести одним методом, чтобы убежать, ускорить процесс покровки с температурой, как мы говорили, инфракрасной лампой или вообще подвышенную температуру. Мастеры уже много лет знают метод использования конструкционных шпаклевок. Как это работает? Если у нас серьезное повреждение, были какие-то сложные кузовные работы, после того, как мы убедились, что они произведены должным образом, мы наносим какой-то вид конструкционной шпаклевки. Как мы уже говорили, это шпаклевки со стекловолокном разной величины, углеволокно, либо шпаклевка с алюминиевой пылью. В качестве плотного безусадочного основания мы используем эти шпаклевки. Можно, наверное, это фундамент, как мы говорили. Да, совершенно верно. Фундамент, который мы строим потом наш ремонт. Как это объяснить? Это алюминиевая пыль, только в окно делает внутреннюю конструкцию, которая не позволяет, чтобы шпаклевка так сильно сжималась, и поэтому уходка таких шпаклевок конструкционных меньше, чем 1%. Это арматура в нашем фундаменте. Я думаю, что многие, кто сталкивался со стройкой, знают, что без арматуры фундамент обязательно растрескается в большой толщине, поэтому я думаю, что это будет корректным примером. Один из более частых вопросов, который появляется насчет усадки, я бы хотел объяснить, потому что мы подготовили с Павлем такой слайд, в котором показано, как мы в лаборатории проверяем усадку. Есть у нас два прибора, один измеряет сокращение линейной, с микрометром, который позволяет это измерить. Следующий прибор, он позволяет измерить сокращение объемов. Не только такая, что измерение диодового и воздуха, есть специальная формула, которая позволяет посчитать, как сокращение объемное. Так мы это измеряем в лаборатории. Я думаю, это будет достаточно показательно для многих маляров, особенно для тех, кто использует в качестве такого индикатора степени усадки, шпаклевки, крышку от банки. То есть многие наносят в эту крышку шпаклевку, ждут ее полимеризации и смотрят, насколько она уменьшилась в объеме. Как вы можете увидеть, коллеги сейчас показали, что это наиболее достаточно сложный процесс измерения усадки. Поэтому я хотел спросить, насколько корректен такой способ измерения этого параметра. я бы сказал, что он не дает полной информации, он не полноценный. Он позволяет оценить, но для нас чтобы то, что уже говорил насчет оптимализации, подбора смолы, должны быть профессиональные приборы, чтобы потом правильно все подобрать, чтобы и степлаемость, и твердость, и обработка. Все параметры, которые ценят мастера для безопасного ремонта. Мы сейчас дошли до момента, когда у нас был первый вопрос, здесь можно вернуться до него, насчет нанесения шпаклевки и проблем, которые появляются, если очень тонкие свои элементы, очень тонкие жесты элементы, и как решить этот вопрос? Да, если у нас был большой кузовной ремонт, и в процессе этого ремонта мы прибегали к рихтовке, что часто бывает, мы немножко нарушили структуру металла, соответственно, он стал более податливым, и при нанесении толстых слоев мы часто сталкиваемся с такой ситуацией, когда после нанесения шпаклевки наша поверхность теряет свою форму, именно об этом, как мне кажется, спросил наш участник в комментарии. Следовательно, вопрос, как этого избежать. Поскольку процесс усадки линейный, она усаживается не только в объеме, но и в длину, здесь следует учитывать то, что чем больше слой шпаклевки мы нанесли, тем сильнее она будет усаживать, утягивать поверхность. Следовательно, следует разделить нанесение на несколько подходов, так скажем, то есть наносить шпаклевку более тонкими слоями и разделить нанесение на 2-3 подхода. Благодаря этому мы еще сможем избежать такого дефекта, как пористость поверхности, которая возникает при нанесении слишком толстых слоев шпаклевки за один раз. Появился начатый вопрос на счет жидкости шпаклевки. Я скажу, что мы до того вопроса еще дойдем он по плану нашего семинара появится в конце вебинара. Программа на следующий слайд по плану дозировки инициатуры. Я сразу может удивляйте, что я сказал инициатуры, он всегда меня ругает, когда я говорил о твоем инициале. Это раз я начинаю реакцию, она только должна, чтобы сделать инициацию реакции, а потом полимиризация продолжается. Я запусти реакцию. Я со своей практики добавил, что мы очень часто показываем в ремня презентации на висах, какие нужно быть правильные пропорции инициатуры, потому что очень часто стая шепка у мастеров. Скажи, Евгений, пожалуйста, что может происходить, какие самые часто шепки связаны отвердителя? Ну, классические две ошибки противоположные. Это когда добавляется слишком большое количество отвердителя или добавляется слишком маленькое количество отвердителя. И то, и другое является серьезным нарушением, приводящим к дефектам. Если отвердителя будет много, поскольку отвердителем является бензоил пероксид вещество достаточно агрессивное, которое постарается пробраться наружу поверхности и будет влиять на некоторые пигменты, используемые в базовой краске. То есть, попросту говоря, в этом месте наша базовая краска изменит цвет. Если отвердителя будет, а я называю отвердителем привычным словом для большинства амблеров, если отвердителя или катализатора будет недостаточно, то мы получим другой дефект, похожий по своей сути сквозное отверждение, которое может быть вызван воздействием ультрафиолета. То есть, впоследствии могут появиться желтые пятна на поверхности бесцветного лака. Хорошо, Евгений, появился у нас вопрос... Извиняюсь, почему прилепляет верхний слой шпаклевки после сушки? вопрос от Дениса. Здесь по-прежнему немножко другой комментарий на экране. Я попросил бы поменять комментарий на тот, о котором мы сейчас говорим. Я отвечу, пока отвечу на этот вопрос. Верхний слой шпаклевки после сушки может иметь чуть большее количество смолы на поверхности. Я думаю, что кроме шпаклевки Fiber большинство шпаклевок из линейки Professional не имеют такого дефекта. Но, как многие маляры уже знают, есть такой своего рода лайфхак, когда мы берем старый отработанный абразив и перед шлифовкой протираем данным абразивом поверхность, чтобы не портить наш уже рабочий новый абразив, который мы будем шлифовать. Я думаю, что будет корректно спросить Павла, почему это происходит с химической точки зрения. Почему происходит в том, что происходит на поверхности на поверхности? Это решки тленов и тленов в поверхности. Это проблема появится особенно при легких шпаклевках, где немного смолы выплывают на поверхность. То, что советовал Евгений, что можно эту смолу убрать. Это значит, что смола, которая отвечает за степлами, она шпаклевки. Это неспецифика шпаклевок. Это может быть связано с впечатлением в зависимости от температуры, сколько мы добавили, потому что может удлиниться и потом тоже такое впечатление, что она не засыхает в поверхности. На самом момент он нормально продолжается. То, что она с верху шпаклевка не значит, что она не утверждывается. просто надо такой смолу убрать поверхности и стандарты нормально обрабатывать и это не влияет на самое качество. Это не является дефектом. Это только тонкий верхний слой на шпаклевках. Внутрь шпаклевка утверждена и там никакие вопросы по качеству не возникают. Рокодик. Дальше. Если можно сразу же ответим на следующий вопрос по поводу слоя смолы, который виден при открывании банки шпаклевки. Почему она существует сверху? Я думаю, что суть примерно та же самая, как и перед шлифовкой, поскольку наполнитель имеет свойство оседать, а полиэфирная смола всплывает на поверхности, особенно, когда банка со шпаклевкой стояла достаточно долго. Думаю, что это тоже не является дефектом, и шпаклевку перед применением даже новую следует перемешать. смола должна быть шпаклевкой. Всегда есть так, что смола и наполнитель имеют разные отдельные веса. И может появиться такая тенденция, что меньше или больше смолы выплывает. то, что сказал Евгения в 100% это ничего страшного. Просто не забывать, чтобы самого начала шпаклевки все правильно вымешать и это ничего не мешает и не уменьшает качество самой шпаклевки. Чем длиннее шпаклевка будет стоять на полке, тем такая тенденция может быть большая. Это очень сильно связано с как мастер шпаклевку охранять. Зависит температура продукта. Много параметров возникает и такая тенденция может быть более заметна или меньше заметна. Хорошо. Давайте перейдем к следующей теме. что связано с самым ремонтом, здесь есть один слайд. Не знаю, есть какие вопросы, чего мы еще забыли, не забыли. Евгений, я не помню, мы ответили на вопрос, о котором мы раньше говорили, о том, что нанесение на шпаклевки конструкционные следующие слоя со шпаклением или без шпаклением? Я думаю, что стоит обсудить этот вопрос. Значит, вопрос следующий. Стоит ли шлифовать шпаклевку типа стекловолокно, алюминий или какую-либо еще перед нанесением следующей шпаклевки другого вида? Мое личное мнение, что если есть возможность, это стоит сделать хотя бы слегка, тем самым мы придадим более ровную форму для последующей работы. Не забываем понижать риску перед нанесением следующей шпаклевки. Но должен сказать, что ничего плохого не будет, если мы нанесем без всякой шлифовки следующий продукт. Адгезия будет прекрасная, никаких проблем тоже не возникнет. Поэтому и тот, и другой способ вполне допустимый. у нас еще есть один вопрос, который появился. А если шпаклевка супер легкая, где смаула? Пытаюсь, если шпаклевка супер легкая, где есть живица? Да, только в живице есть меньше, потому что есть меньше наградача. Да. По объему супер легкой на понеделе они занимают больший объем. Смаула она тоже супер легкой шпаклевки, как в класичной смауле. Можно сказать как бы паракетпуры, что это смауле не так, что есть минимальный объем, даже она доходит там 30, бывает, что 35% супер легких шпаклевках есть смауле, чтобы это соединить хорошо, это все супер легкие наполнители. Надеюсь, ответ был достаточно. Я хотел с Паплану очень серьезный вопрос, который касается самого ремонта, потому что качество кузовного ремонта потом влияет на работу мастера. Я допустил, моему вопросу часто так, что, допустим, в Англии мастера жестянчики подготовили элементы до нанесения грунта, а не мастер. Как под своей практикой это выглядит я думаю, здесь стоит отталкиваться именно от специфики страны или какого-либо города. Могу сказать, что из моей практики большинство кузовщиков все-таки подготавливают, когда они используют шпаклевку и отдают маляру подготовленный элемент, они часто нарушают. Как правило, основная ошибка это ошибка связанная с нанесением шпаклевки в риску после кузовного напильника, даже без продувки. В данном случае маляр получает уже заведомо дефектный элемент в работу. И здесь, когда я нахожусь, так скажем, на стороне маляров в определенной степени, я понимаю, что это не очень правильно. Но не хочу обидеть всех кузовщиков, очень много профессионалов, которые понимают, что делают, и поэтому все зависит от конкретной ситуации. По-моему, надо бы немножко объяснить насчет мы подготавливаем элемент и там появляется тема подбора градации самой бумаги. Почему это так важная вещь, чтобы массы об этом знали? Это очень важный момент, потому что несмотря на то, что это самая первая операция, по сути, с которой мы начинаем ремонт, эта операция может нам обеспечить уже дефекты, которые впоследствии потребуют переделки этого элемента. Чем это связано? Как правило, это связано со слишком грубым используемым абразивом. Я думаю, из практики многим известно, что зачастую используется абразив градации 80 для очистки места кузовного ремонта. Я бы все-таки хотел сказать, что 80-й абразив нежелательный, к применению, и лучше использовать абразив зернистостью 120, поскольку это более безопасно. Далее я бы перешел на круг зернистостью 180, и опять же, я бы хотел отметить, что мы обязательно должны очистить от лакокрасочного слоя место предполагаемого шпаклевания. и закончил бы я подготовку элемента абразивом 220-240. Это абсолютно безопасный абразив, и если в риску от этого абразива попадет впоследствии грунт-наполнитель, то никаких страшных критических последствий это не будет иметь. А, Жень, скажи, как относиться до того, потому что много говорят, что можно сделать так, что начинаешь по-120, а потом проходишь 220 и можно все операции делать. Это тоже абсолютно правильная схема, потому что в данном случае мы будем применять правила шаг-100, так называемое. То есть мы будем следовать этому правилу, что является тоже соблюдением технологии. 120-220 это неплохой вариант, все верно. По-моему, самый больший риск, когда мы шкурим на металле, там, где есть кузыного ремонта 120-кой. это не вредит, потому что сам метал посыпает твердый. Самый проблем появляется, когда мы в грубой наждачкой входим в старое покрытие, и потом там получается действительно крупная церапина, и потом хотим это заполнять или шпаклевкой, или грунтом, типа порозаполнителем, и потом идет в такой глубокой церапине просадка. По-моему, это хорошо показывает рисунок, который мы подготовили, где видно, какие церапины после 120-ки и после 120-ки. Да, это будет хорошим наглядным примером, поскольку 120-ая риска, даже не 80-я, а 120, является очень крупной, и, как правило, последует определенный дефект в виде появления такой кромки с просевшей риской. здесь я встречаю, как правило, удивление со стороны маляров, которые говорят, что 220-й и тем более 240-й абразив это слишком мелко для нанесения шпаклевки, но я думаю, что вы со мной согласитесь, что механическая адгезия не является ключевым фактором в применении шпаклевки, и химическая адгезия, она нисколько не менее важна. Хорошо, я постараюсь включить один вопрос, который связан с следующим продуктом, который является пособитором оценка. Я сейчас покажу вопрос. К сожалению, у нас на мониторе появляются не те вопросы, которые хотелось бы показать, поэтому давайте будем озвучивать их вслух просто, не выводя на экран. Не знаю, почему так получается, но вопрос есть такой, что почему новые виды шпаклевок не высыхают на цинке вместе соединения и легко сваливаются с цинка. Каковы на цинке и что мешает утверждению? Это более вопрос к Павлу, потому что экспериментов с этим делали, вопрос появился в связи с этим, что производители новых машин используют разные процессы оценковки. В моменте, когда мы начинаем шкулить старые покрытия и доходим доходим до своего оценки, мы делаем этот оценок свежим. И потом в этом моменте шпаклевка имеет проблемы, чтобы получить полную степлаемость. на самом деле, надо эту поверхность оценка окислить. Одной из метод окисливения есть пассиватор, который сейчас есть на слайде. И в самом процессе так, что обычно есть одна важная вещь, что на оценке там, где шпаклевка, там, где сложный оценок, эта степля не появляется сразу. Очень часто так, что мастер положил шпаклевку, подождал где-то 15-20 минут, в зависимости от температуры, он начинает шкурить и шпаклевка по краям как бы вырывается. Цырой контур имеет, да. это уже на этом свежем оценке получается хорошая слепляемость и там не возникают вопросы. Мы подготовили в лаборатории такой процесс ускоренного окисления и до того есть препарат, пожалуйста, Евгений, объясни, как он действует и как его применять. Да, это один из легких способов для того, чтобы обеспечить нам нужную адгезию сразу. Средства под названием пассиватор, которая является таким нейтрализатором этой реакции цинка на поверхность шпаклевки. Многие обращали внимание, что оцинкованная сталь строительного плана со временем становится более матовой, блеклой и более темной. Примерно то же самое происходит в данном случае с цинком. Он остается цинком, он продолжает работать, обеспечивает нам антикризийную функцию, основную его задачу, но при этом он уже не мешает нашей полиэфирной шпаклевке сохнуть. Мне на практике приходилось видеть часто, когда люди кардинально подходят к вопросу адгезии с цинком, они просто удаляют оцинкованную поверхность с помощью крупного абразива. Я считаю это не только некачественным подходом, но и достаточно сложным и трудоемким, поэтому гораздо проще прибегать к такому способу. Не знаю, сейчас заметно-незаметно вопрос насчет разбавления шпаклевки. Видно его? Видно только один комментарий Андрея про металл, который утягивает шпаклевку, поэтому я рекомендую не выводить комментарии на экран, давайте будем озвучивать их. Появился вопрос как бы можно разбавлять пахлевку стыроум или зимой добавлять диметалин для быстрой полимеризации. Это вопрос больше к Павла, он тоже додал пахлевки стырен или диметалин, чтобы приспосить полимеризацию. Стырен, если приспосит полимеризацию, то будет больше не все . Так, можно , что больше стыроум диметалин диметалин Да, вопрос хотим быть алхемиками или не хотим быть алхемиками. 100 пациентов стыроум, которые могут разрушить структуру шпаклевки, он тоже будет ввелять на очень большую усадку по шпаклевке, чем больше, тем больше же самую усадку. И поэтому я никогда не рекомендую того, чтобы добавлять что не будет шпаклевки. Зачем рисковать ускорение будет по моему более безопасной методой ускорение температуры использованием консультированных шпаклевок, чем добавлять что не будет шпаклевки, потому что больше потери, чем плюсов. Тогда лаборатория говорит, что это полностью запрещено, чтобы такие эксперименты делать. Но можно за деньги, но по технологии это запрещено. Да, мы временно пропали из видео, но по-прежнему остаемся со звуком. Я тоже не сторонник применения каких-то разбавителей, особенно часто можно увидеть, когда пытаются оживить старую шпаклевку с помощью 646 растворителя. Безусловно, это приведет к печальным последствиям, как сейчас сказал коллега. Появился еще один вопрос, который касается 2015 начнет то, что он покрывается ржавчиной после использования. Вот он вопрос, мы его сейчас видим. Я понимаю, с чем этот вопрос связан. Здесь я бы хотел порекомендовать применять пассиватор чуть меньше, меньшее количество времени, то есть две минуты, например, как рекомендует эта техническая карта. Через две минуты мы на сто процентов получим результат появления адгезии, но не получим ржавчины на поверхности, что, конечно, недопустимо. Да, сам процесс окисления идет очень быстро, и действительно то, что сказал Евгений, две минуты хватает, потом надо убрать то, что на поверхности, и никакие вопросы нет, не появляются. еще один вопрос, надеюсь, что он будет на экране. Можно ли использовать в качестве средства для адгезии на оценку перекис водорода? Если да, то какое процентное содержание перекиси должно быть в асфоре? Но я бы пошутил, что если бы мы все секреты состава, то, что есть в составе продукта подавали на вебинарии, или бы нас за работу увольнили, или надо бы убить того, кому это сказали. Так, пошучу. Мы с пероксидом водорода не делали экспериментов в секрет лаборатории какой окиситель взял в рецептуру 715-го, тогда полностью на этот вопрос не могу в этом моменте ответить. Да, я бы мог предложить использовать пассиватор в качестве перекиси водорода, но боюсь, это будет небезопасно, поэтому не буду этого делать. Если там будет какая важность, то, что там есть вода в составе пероксида водорода, и она может входить, как бы шпахлевка может его спытывать, но затем надо очень осторожно. В целях пассиватор применять не стоит, это совершенно точно. Да. Еще один вопрос. В шпахлевку добавляется 2-3% отвердителя. Звязано, что в квалификах есть мау плюс 720, то вы рекомендируете и продаете 5%. Почему до живицы 5% у шпахлевка, а в шпахлевке 2-3%? 2-3% потому, что там есть живица 178, а 20-30. Ответ на эти два вопросы Павел ответил, потому что если мы смотрим на шпахлевку, да, потому что это все связано с концентрацией самого отвердителя, если самой шпахлевки по объему допустим есть 300 пациентов шпахлевки смауэ, там хватает 2-3% отвердителя. Если мы имеем чистой смауэ, там 100% палитерина смауэ, тогда объем отвердителя должен быть соответствующим объема смауэ, потому что концентрация шпахлевки будет 2-3% а например для чистой смауэ 5% чтобы она потом в полности могла утверждать без никаких вопросов. Надеюсь, что все вопросы, которые появились и мы уже ответили и проходим по плану до технологии немножко чтобы 2-3 слова сказать на что самой технологии нанесения шпахлевки на эпоксидный грунт. Какое есть ошибки и какие ошибки? Хотел бы сказать, что несколько лет назад, когда мы затрагивали тему нанесения шпахлевки на эпоксидный грунт и маляры высмеивали и говорили что вы нам предлагаете мы не сможем так заработать и так далее. Ситуация кардинально поменялась за последние несколько лет и радует то, что маляры более серьезно стали относиться к антикоррозийной защите. В данном случае применение эпоксидного грунта обеспечивает нам изоляцию шпахлевки от металла тем самым мы увеличиваем срок эксплуатации автомобиля с ремонтом. Какие ошибки могут возникать? Безусловно следует учитывать диапазон времени через которое можно наносить шпаклевку на полиэфирный грунт. Если говорить о продуктах выпускаемых нашей компанией то это время составляет порядка полчаса минимум при 20 градусах температуру тоже стоит учитывать. Лучше больше в данном случае подождать чем нанести слишком рано. Для жидких шпаклевок и полиэфирного грунта это время увеличивается в разы и составляет более 4 часов до нанесения. И еще одна очень частая ошибка которую допускают маляры при нанесении шпаклевки это нанесение на однокомпонентный грунт. То есть в качестве эпоксидного грунта они используют однокомпонентный продукт. Как многие наверное знают нанесение на термопластичное основание 1К продукты шпаклевки недопустимо. чтобы не перепустить одного момента то что Евгений классно сказал на счет нанесения полиэфирных жидких продуктов типа жидкая шпаклевка на эпоксидный грунт. Там действительно положим полиэфирные жидкие шпаклевки с этими слоями и там надо подать 4 часа минимум при 20 градусах чтобы этого эпоксидного грунта не разрушить. Я часто замечаю что мастера хотят положить на последний грунт после полчаса после часа надо подождать через часа чтобы не возникли вопросы. Поехали в вопросах пока мы продолжим прошло уже час нашего обинара я бы это показать и постараться ответить. Первый вопрос если после экстра 715 после пассиватора повторить сихрование центра нужно еще раз повторять операцию спассиватора если мы разрушаем оценку и используем его живым это еще раз повторить как в стандарте потом следующий вопрос почему нельзя использовать полиферную шпаклиовку после кислотного грунта в смысле Алекс спрашивает на тему реактивной шпаклевки кислотного грунта павел более подробно ответит у нас будет проблема с адгезией в данном случае адгезией шпаклевки и кислотного грунта именно поэтому мы не можем применять хотя было бы здорово если бы такая возможность было на счет специфики кемического говорили не один раз можно сказать что реактивный грунт хотя он имеет два компонента он в практике оказывается что одно компонент в смысле что ортофосфляная кислота которая является отходителем она растворяет соли на поверхности и там оказывается что смола поливинел которая в составе реактивного грунта не позволяет чтобы получить полную степл и потому от лаборатория от пластики запрещено нельзя ларить шпаклевки прямо или поливи материалов на продукты с аутрофосфляной и кислотой и то как Евгений сказал на продукты одно компонентное чтобы потом не появилась проблема есть вопрос тоже следующее что такое термопластичное основание ну это основание нестабильное основание которое может менять свою структуру при воздействии температур или иных факторов к ним можно отнести неправильно отвержденные продукты двухкомпонентные или однокомпонентные продукты то есть продукты которые при воздействии из вне меняют свои физические свойства хорошо спасибо евгений следующий вопрос с чата от алекса и можно перекрывать шпаклевку кислотным грунтом я думаю что это и можно и нужно делать в некоторых случаях когда мы обязаны закрыть металл ничего страшного здесь не будет этот вопрос достаточно часто задают что будет страшного если на шпаклевку поводят кислотный грунт страшного ничего не будет и это абсолютно стандартная технология да я бы сказал что часто как появляется что реактивный грунт является изолатorem реактивной кислотной грунта приходить до 5 микрометров он не является настоящим изолатorem то что сказал Евгений смысл принимания кислотной грунтовки есть только на чистой металле и в этом моменте наш шпаклевки он лежит и как бы не мешает в процессе но по моему в наших детях не помогает в изолации он работает только как антикоррозийный грунт в местах где был открытый чистый металл хорошо по плану мы уже прошли час и дахадим еще одно тему надо обязательно сказать потому что потом в процессе нанесения грунта неправильная обработка ведет по многим ошибкам пожалуйста подскажи мастерам чтобы сказать тему правильной обработки подбора оборудования бумаги до обработки шпаклевки чтобы эта тема окончилась ну в первую очередь зачастую следует использовать в качестве контрастного слоя пудру или контрол спрей в данном случае нужно сделать выбор что кому более удобно шлифовку мы используем если мы говорим о ручном шлифовании мы используем абразив минимум 120 то есть более крупный абразив использовать я не рекомендую то есть 80 абразив это уже достаточно опасно если мы говорим о машинной шлифовке помощью эксцентриковой шлифмашинки то следует сказать что она в два раза более аккуратная чем ручная шлифовка этот принцип следует запомнить для более правильного понимания процесса и один из одна из частых ошибок в процессе шлифовки который можно встретить она связана зачастую с подготовкой поверхности неправильной подготовкой когда мы не зачистили достаточное количество металла перед нанесением шпаклевки суть ошибки в том что маляр во время шлифовки поверхности заезжает шлифблоком на старое лакокрасочное покрытие таким образом мы получаем очень крупную риску и эта риска обязательно должна быть понижена на более мелкую безопасную но если мы это не сделаем то у нас будут проблемы еще один важный момент который многие недооценивают это продувка поверхности я прекрасно понимаю маляров которые не хотят поднимать пыль в помещении в котором они работают но это следует сделать продуть поверхность следует обязательно перед нанесением и контрольной пудры иначе она просто не даст нам нужного результата и что немаловажно перед обезжириванием или нанесением следующего слоя шпаклевки если говорить уже о финишной обработке об обработке под грунт наполнитель то оптимальным абразивом для шпаклевки будет диапазон 220-320 это абсолютно безопасный абразив бытует мнение что и 180 достаточно безопасно я считаю что это уже за гранью допустимого поэтому остановился бы на 220 абразиве хорошо я думаю что это достаточно я бы хотел еще попуану дойти до одного продукта которыми является жидкая шпаклевка много любителей этого продукта есть много людей которые не используют как ты в практике видишь какие ошибки мастер делает этим продуктом и почему такие разные опьянения появляются наверное достаточно частая ошибка это применение разбавителя не родного так скажем учитывая даже объемы продаж самой шпаклевки и объемы продаж ее разбавителя предназначенного для нее мы понимаем что люди как правило прибегают к применению каких-то других разбавителей это сильно влияет на получаемый результат на качество нашего слоя и в данном случае я считаю что экономия не стоит игра не стоит свеч еще неправильный подбор дюзы что мастерам не хватает дюзы правильного размера и потому это причина того что они дополнительно разбавляют неродного с твоим телом да особенно когда мастер хочет нанести жидкую шпаклевку с помощью грунтовочного пистолета например с дюзой 1.7 безусловно ее придется переразбавить здесь мы потеряем все преимущества потеряем все свойства за счет которых мы ее используем еще один важный момент это дозировка отвердителя катализатора в жидкой шпаклевке здесь тоже следует быть аккуратным так же как и со всеми полиэфирными шпаклевками если говорить о жидкой шпаклевке спрей то эта величина составляет 6-7% по отношению к шпаклевке то есть это можно дозировать с помощью например шприца купленного в аптеке либо с помощью точных весов я бы хотел добавить что интересным продуктом который сейчас есть в ассортименте который решает много вопросов связанных с подбором дюзы есть полиэферный грунт который не требует такого большого размера самой дюзы и позволяет наносение с каскопультом 1.6.1.8 как к этому мастеру отношиться нравится этот продукт не нравится безусловно те кто правильно его применил понимают эти возможности которые они приобретают применяя этот продукт я бы хотел сказать о скорости о простоте применения этого продукта поскольку например сделать потек с помощью 380 грунта мне кажется практически невозможно даже специально ну и для меня как для маляра очень важным преимуществом является время его высыхания то есть час-полтора при 20 градусах это очень хороший параметр наряду с его хорошим заполнением то есть это палочка-выручалочка при сложных ремонтах при ремонтах больших повреждений действительно хороший вопрос появился от Леонида полиферный грунт мы его можем окрасить или нет Томаш я попрошу не выводить комментарии на экран потому что почему-то появляются не те вопросы о которых мы говорим хорошо я его прочитаю вопрос касается полиферного грунта можно его окрашивать или нет полиферный грунт это полиферный продукт из названия следует что не стоит его окрашивать поскольку наша компания серьезно относится к качеству ремонта и не рекомендует наносить базовую краску на полиферные продукты в том числе на полиферные шпаклевки я думаю что будет интересно узнать у Павла почему не стоит этого делать и я знаю что некоторые компании разрешают нанесение на свои полиферные продукты базовую краску можно на полиферный полиферный накладать сразу в пакете депракции база и лакияр не потому что могут стать депракции лакияру особенно на бяле Павла отвечает что полиферный материал как не имеет значения это будет грунт или шпаклевка это разница в скорости смах остается полиферная смола которая имеет свои плюс по скорости по мазмолоси нанесения толстых слоев но с другой стороны полиферный материал всегда имеет тенденцию до вплотывания там приходит отвердитель в форме пероксида который очень агрессивный и потому всегда есть реставр что будет реакция пероксидов который есть полиэстрах с декоративным слоем может это не всегда получится потому все мастеры знают в практике допустим много я видел что была паклазка бусом да жидкость шпахлевка и сразу там окрашивали акрилом 2К и такие бусы есть много лет и там ничего не заметно но риск мы хотим рекомендировать только технологии которые проверены 100% безопасные и потому говорим по технологии что полиэрный грунт полиэрная жидкая шпаковка он требует дополнительной изолации чтобы никакие вопросы в таком моменте не появились я прошу прощения нам наши участники пишут что они видят нужные вопросы просто у нас отображаются не те комментарии поэтому не буду вводить вас заблуждение хорошо все ясно я уже не пугался что я неправильно что-то здесь делаю хорошо мы постараемся за секунду на все вопросы которые я не показал ответить только чтобы окончить тему то что было по плану интересное что является на английском языке мексики деката указитель смешивания он по-другому работает в шпаклевках по-другому работает в полиэрном грунте можно сказать разницу как это работает в шпаклевках в смысле густых а как работает в полиэфирном грунте протекти 70-е у нас есть шпаклевки полиэфирные шпаклевки с индикатором смешивания и в случае с полиэфирной шпаклевкой это очень важно поскольку если мы недостаточно перемешали продукт мы можем получить полоски другого цвета которые будут сигнализировать нам о том что у нас есть проблема и нам желательно удалить это основание в случае с грунтом во время достижения однородного цвета мы будем уже понимать что перемешивание было достаточным и мы можем приступать к нанесению полиэфирный грунт сразу после смешивания с отвердителем он показывает что он готов до нанесения сразу меняется цвет с оливковой на бежовой и мы уже перед нанесением знаем что все правильно смешано и это позволяет удалить много ошибок которые могут появиться потом в ремонте последний статус который нам остался по продуктам чтобы только добавить потому что появилась информация насчет эпоксидной шпаклевки вообще такая кемия то чего шпаклевка с названием термо который нас на основе эпоксидной смолы на что надо обратить внимание если кто увидит такой продукт ну я думаю и название и ее упаковка с пламенем говорит нам о том что эта шпаклевка выдерживает более высокие температуры в данном случае это 200 градусов и предназначена она в первую очередь для тех случаев когда существует большое воздействие температуры например порошковая краска да мы вернемся до вопросов которые сейчас появились на чате и может постараюсь на некоторые уточнить здесь появился вопрос выращиваемся кислотного грунта качества с металом в этом моменте мы говорили о ситуации когда была перешклена шпаклевка и появилась чистая чистая метал там где есть чистая метал аутовосфорная кислота она хорошо заработает с металом аутовосфорная кислота помогает хорошей степлаемости она делает кимческой реакцией на поверхности и дополнительно увеличивает отгези степлаемости тогда никакие вопросы там не будут появляться я посмотрел какие еще здесь вопросы были а здесь есть вопрос который касается протектиста 80-го вопрос который касается максимальной допустимой толщины полиферного грунта если мы будем отталкиваться от технической карты в которой указано что мы можем нанести до 4 слоев этого продукта каждый сухой слой я подчеркиваю поскольку толщина мокрого слоя это другой параметр может быть достигать толщины в 100 микрон на практике конечно мы делали замеры и достигали слоя в миллиметр это конечно уже отклонение от рекомендаций производителя да я тоже только добавлю что чем более будет более толстый слой тем он становится более жестким надо осторожно если будет хорошая подготовка жестя чем меньше поклевки наложим тем будет более качественные результаты ремонта это все связанное с этим появился вопрос тоже от Дениса связанной следующими webinarами мы постараемся когда будем говорить на с секунду на с аспартановых грунтов потому что это тема связанная с грунтами Папуану за две недели будет следующий семинар на с грунтов и мы добавим на счет этот новый химик чтобы объяснить правила как это работает и какие примемся со системы акуловых грунта наше время прошло мы планировали на то чтобы было не больше часа дошли вопросы с нашей стороны будем окончивать потому что сложно выдержать больше чем час участников этого семинара всем знакомым привет всем спасибо за вопросы и до встречи на следующем обучении надеюсь спасибо большое спасибо всем участникам семинара да если что можно спокойно написать до Евгения или до меня если будут какие вопросы всегда Евгений вконтакте чтобы помогать объяснять все подробности состава продуктов и как с ними правильно работать всем большое спасибо до встречи надеюсь что скоро увидимся большое спасибо до свидания 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 Продолжение следует...